Цирковыми артистами не рождаются, а становятся. Причем не обязательно те, кто имеет отношение к династиям циркачей. В Иванове на эквилибристов, жонглеров и клоунов ребят обучают в трех студиях. И сейчас талантливые школьники готовятся к отчетному праздничному концерту. Свои умения им предстоит продемонстрировать зрителям на Большом Манеже. Лизе 16 лет. Раньше она занималась конным спортом. Несколько лет назад пришла в цирковую студию и поняла, работать под куполом – это ее. Как и большинство девочек, которые оказались здесь, захотела стать воздушной гимнасткой. Получается она отлично. Это опасно. Сначала есть страх, но потом он пропадает, потому что ты понимаешь, на что ты способен. Я люблю делать обрывы, срывы. Допустим, ты висишь на 6 метров и опускаешься на 2 метра, на 3-4 ниже. Мне это как бы адреналин, такие эмоции. Мне это жутко нравится. В цирковых студиях не учат, пожалуй, только на дрессировщиков, потому что в городе есть только здание цирка. Своей труппы нет, нет и животных. Соответственно, тренировать навыки дрессуры не представляется возможным. Как можно построить карьеру, ребятам рассказывает артист и тренер Сергей Решетняк. Сам он долгие годы выступал на Манеже. Вот только у меня, пока я вышел на пенсию, начал заниматься с детьми, более 30 человек стали профессиональными артистами. Ни папа у них из нашего города, славного Иванова, и никакого отношения к цирку не имеют. То есть желание, ну естественно, способность ребенка. Ну и в конце концов, ему это начинает нравиться, и он посвящает в дальнейшем даже взрослую свою жизнь вот этому искусству. Занятие в цирковой студии раскрывает таланты ребенка и дает ему массу возможностей для развития. Шанс выступать на сцене, знакомиться с новыми интересными людьми. В студию принимают детей от 6 до 16 лет. Я хочу еще научиться как бы больше на кольце что-то делать. У меня мечта такая. Я сначала хотела стать гимнасткой, а теперь меня мама отправила в цирковую студию. Серьезное выступление для маленьких артистов запланировано на 21 апреля, в праздник, День цирка. На благотворительное шоу пригласят школьников города, ребят с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Обещают, будет невероятно интересно. И в цирк влюбятся даже те, кто прежде был к нему равнодушен. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванов.